Допустим, вы решили преуспеть. Ну, представим себе на секунду, что вы решили стать успешным. Вы начали свой бизнес, и вы хотите стать богатым, успешным, чтобы вам завидовали по-хорошему, чтобы вы своим примером показали другим, как надо жить, как надо добиваться результата. Но у вас нет денег. Проблема. Мало того, что опыта нет, да еще и денег нет. Мало того, что уверенности нет, знаний достаточно. Так еще и денег нет, стартовать с ней не с чего. Очень серьезная проблема. Огромное количество людей сразу делает вывод, что это не для меня. Точка. Вопрос закрыт. Мне вчера одна девушка написала в скайпе, задала вопрос. Вот хочу спросить вас, Олег Григорьевич, этично ли, правильно ли, хорошо ли это, если ты сам не пробовал продукт, например, маску она говорит, прибор, на себе не испытал, а другим людям предлагаешь. Как вот вы считаете? Я ей спросил, а как ты думаешь? Она говорит, ну конечно, это неправильно. Законы требуют, законы бизнеса требуют, чтобы ты сам пользовался, получил свои результаты, после этого уже только другим предлагал. Абсолютно правильно, совершенно точно. Законы они такие. Историю расскажу вам о том, как надо соблюдать законы в борьбе за успех. Я был когда-то на семинаре, на отдыхе и на семинаре на Кипре в компании Гербалайф. И тренинг для большой группы с разных стран проводил Джим Рон, великий Джим Рон. И он в числе прочих вещей рассказал историю Лидии Колон. Я ее часто рассказываю. Суть истории следующая. Эта женщина испанского, испаноговорящая, короче, американка, находилась в бедственном положении. У нее не было ни денег, ни жилья, ни мужа. Был один ребенок, и тот болел. И она посещала его в больнице. И вот она сидела у его кровати, а рядом с кроватью его, значит, какая-то женщина тоже, видимо, с ребенком лежала. И у нее была подружка. И эта подружка, посетительница, в захлеб рассказывала о том, какой замечательный есть продукт под названием Гербалайф. Что от него все худеют, и что это бизнес, и что можно денег заработать, и что вот так вот, и вот так вот. И эта Лидия невольно была слушательницей всего этого. И когда та закончила рассказ и попрощалась со своей подружкой, пошла, она бросилась за ней, остановила ее и говорит, «Послушайте, я вот невольно слушала, как вы рассказывали про эти замечательные продукты, и вот я хочу, у меня денег нет, у меня ребенок болеет, мне нужно вырваться из этого». Она говорит, «Ну и что вы хотите?» Она говорит, «Ну вот у меня есть здесь 10 долларов, что мне делать? Последние 10 долларов больше мне не на что жить». Она говорит, «Ну тогда я ничем не могу помочь. Надо вам купить дистрибьюторский набор, он стоит там 55 долларов, продукты, значок, знаменитый Гербалайфский, и тогда брошюры какие-то, и тогда начать уже бизнес». Она говорит, «Ну у меня только 10 долларов, что мне делать?» Она говорит, «Ну не знаю, на 10 долларов я могу вам дать только значок и брошюру. Давайте». Обменялись телефонами, она у него взяла значок. «Хочешь похудеть?» Спроси меня, «Как?», над которым издевались миллионы людей. И продолжают это делать с успехом, несмотря на то, что компания делает миллиардные обороты. Ну, это так слово. И вот эта Лидия Калон надела, напялила на себя этот дурацкий значок, взяла брошюру, конечно, она не пробовала никаких продуктов в Гербалайфе, наверное, у нее был лишний вес, возможно, не знаю, и вышла на улицу. Она подошла к женщине, полной, первой же, и говорит, «Послушайте меня, вы видите значок, на котором написано, хочешь похудеть, спроси меня, как?» «Давайте спросите меня». А внутри все трясется, как зайчий хвост, вся она дрожит и вся в поту. Она говорит, «Спросите меня, как похудеть, и я вам помогу». Вот у меня есть брошюра и есть значок, и здесь в брошюре рассказывается, как люди худеют. Вы начнете есть эти продукты, и вы похудеете. Она говорит, «Ты что, дура сумасшедшая, что ли?» Вот так вот я на улице тебе. И тогда эта Лидия сделала следующее. Она сказала, «Послушай, у меня нет ни копейки денег, мне некуда отступать. Я взяла этот значок, и вот эту брошюру, на последние 10 долларов у меня лежит сын больной. Мне некуда отступать, но я знаю, что я прорвусь, поэтому я предлагаю тебе сделку. Ты становишься моей первой клиенткой, покупаешь эти продукты. Я сейчас договариваюсь, я веду тебя к своему спонсору. Ты покупаешь эти продукты. На эти продукты, на эти деньги, вырученные от этой сделки, я покупаю себе продукты и начинаю бизнес. Ты худеешь, ты получаешь результат, и становишься моей первой клиенткой. Я богатею и всегда рассказываю о тебе. Ты будешь первой в истории великого человека, великого дистрибьютора этой компании, первой клиенткой, о которой я всегда буду рассказывать. Хочешь такую сделку? Так, говорит, ну ты сумасшедшая. Ну давай попробуем. Прошли годы, говорит Джим Рон. И эта лидия стала во главе огромной организации. Все, что на испанском языке в мире, все под ней. У нее не было денег, у нее не было никаких шансов, но она действовала. Вопреки всяким законам. Поэтому я вам хочу сказать, когда вы начинаете путь к успеху, мало кто будет вас поддерживать. Словами одобрения, поддержки, деньгами, никто не будет в вас вселять уверенность, никто не станет предлагать вам продукты, попробовать или еще что-нибудь. Вас будут отговаривать, вас будут убеждать, что вы дура или дурак. Умные люди в очках будут рассказывать, что все это не работает, будут приварить колоссальное количество цифр, будут вертеть умными фразами, использовать такие термины, о которых вы никогда не слышали. Они будут вас останавливать. Все вас будет останавливать. Двигать вас вперед может только одно. Страсть и желание преуспеть. Мечта. Неистребимая жажда успеха. Желание вырваться из этого дерьма, в котором ты находишься. Вопреки всему. И если в тебе есть такой задор, если ты способен гасить в себе страхи, всякие разные сомнения, всякие разные уговоры, наветы, обманы, клевету, вас будут мочить по полной программе. Не всех, конечно. И не так кроваво и страшно, как я сейчас рассказываю. Лучше вы столкнетесь с гораздо меньшим сопротивлением, чем я сейчас говорю. Но будьте готовы, что ваш путь не будет выслан лепестками роз. И если у вас сегодня нет денег, чтобы купить продукты, ищите такие же возможности, как эта Лидия. Самое главное, действуйте. Никого не бойтесь. Идите к людям. Рассказывайте о том... Если вот к Наталье обращаюсь, которая задала мне этот вопрос. Если ты не можешь сама попробовать, иди попроси пакетик маски, купи его за 3 рубля. Попроси своего спонсора, свою подружку, своего товарища по бизнесу. Пусть он даст тебе попробовать бесплатно. В кредит. Что угодно делать, только начинай действовать, если ты веришь в свой бизнес. Действуй! 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 Вопреки всему. Смело. И они отступят. Все отступят. И страхи отступят. И доброжелатели в кавычках отступят. И завистники, и клеветники. И потом большинство из них будут говорить, да я всегда знал, что она такая крутая, она преуспеет. Давай со мной дружить. Я всегда в тебя верила. Они будут вам подлизываться. Они будут вам говорить добрые слова. И вы их простите. И будете наслаждаться успехом. Ломайте им заборы всем нахрен. Никого не бойтесь. Вперед!